Россия не дает покоя всему миру Как разрушить страну? Первое – это разрушить армию. Второе – образование. Вот мы сегодня видим, как наконец наши люди в правительстве охватились, что армия-то уже почти разрушена. Завтра заходи и все на энтузиазме наших солдат. Можно так все расформировано, столько украдено. И мы сегодня начали восстанавливать. Это сколько денег сейчас потребуется восстановить армию. В образовательном процессе тоже. Кто-то очень мудрый. Я уже не говорю, как раньше, что происходило, какие критические были перегибы. Но кто-то очень умный сказал. Воспитание – это вообще насилие над личностью. Это целенаправленное действие. Пусть занимаются родители. А мы будем только давать знания. Только знания – это самое главное. И в образовательном процессе убрали слово «воспитание». Но, конечно, слава богу, через 20 лет схватились и вспомнили слова Менделеева, что образование без воспитания – это что меч в руках сумасшедшего. И сегодня начали изменять. Начали искать пути. Но мое мнение такое, что даже в советское время у нас тоже были великие люди. Все-таки как-никак Королев, как-никак Сахаров. И наше образование имело тот внутренний силу, стержень. Не надо его разрушать, подстраивать под иностранное образование. У нас свое есть – великое образование, российское. Надо его только наполнять, насыщать электроникой, электронной, технологической технологией, не разрушая основной пароход. Огромный, мощный пароход. Что у нас плохое образование получил президент? Весь мир с уважением относится к нему. Он заставил уважать нашу страну. Он начал вытаскивать из той пропасти, куда уже, можно сказать, мы уже почти скотили, нас уже пододвинули, осталось последнее движение, и все, и Россия бы никогда не поднялась. Но сегодня, вы посмотрите, кризис во всем мире. А у нас мы держимся крепко. Да, они говорят, вот у них там не надо вкладывать это все. Ничего не понятно. Все равно Россия обладает таким потенциалом внутренним, духовным. И есть люди, которые переживают за эту страну. Они не думают, как свой капитал, который получили копейку, отправить за рубеж. Они думают, как здесь вложить. Я считаю, каждый на своем месте должен начать с себя. И я сказал, Дима, расширяем наши действия, нашу работу, которую мы создали. У нас театр хорошо, но теперь театр должен нести и гуманную сторону, театр должен идею нести. Мы начали создавать сейчас при театре, школу доброты создали. Это целое научное направление, экология души такая наука есть. Мы при театре, у нас работа еще идет, и мы пытаемся найти рычаги воздействия на ребенка, чтобы раскрыть его духовный потенциал, чтобы помочь ребенку найти себя в этой жизни. Мало этого, мы начали работу с учителями, педагогами, которых кто-то очень мудро. В свое время дал им зарплату уборщице. Знаете, не же уборщице. Это же пусть занимается, учит моих детей, а зарплата уборщице. Поэтому, когда мы сегодня слышим в руководстве, говорят, что вот уже зарплату всем повысили, получается опять обман. Обман не руководству, не руководство обманывает. А те, кто им как бы информацию несут, они несут неправильную информацию. Я нахожусь в Ростове, слышу министра образования, говорит слово 20 тысяч. А там, в Ростове и дальше, в других городах, зарплата осталась от 7 до 14, самая высокая. Это два раза ваша шанс ходить. Это номер один. Сегодня, чтобы изменить образование, нужно найти возможность, какую-то нефтяную жилку направить в образование. И пусть поднять зарплату учителя, она самая благородная профессия, самая высшая. Учитель – это лицо нации. Не может лицо нации получать копейки как уборщица. Это нереально, это невозможно. Это унижение и оскорбление. Первое, что надо, изменить финансовое отношение к учителю. И тогда, само собой, произойдет сдвиг. И произойдет изменение. Люди пойдут в образовательный процесс. Те, кто талантливые, способные, чувствующие. И появится по-настоящему педагогическое чувство, чуткость. Появится душевная теплота, внимание, уважение. Потому что страна начнет очень сильно изменяться. Сегодня мы видим, как в нашей стране начали, что когда полная демократия, а люди воспринимают демократию как свобода воли, что хочу, то и дело. Хочу плюну, хочу палкой ударю. Это моя свобода, я действую. А свобода, они не понимают слова нравственности. У них нет слова, они отодвинули, отодвинули совесть. У них только одно, кто-то финансирует. И есть только одно, озлобились и кричать. Заплатили, я буду кричать до последнего. Но, понимаете, эта форма, я думаю, очень хорошо остановили вовремя. И я думаю, что будет... Это хороший урок для нашего руководства, что надо не забывать про народ. И надо смотреть чаяния народа. И я вижу, как идет изменение, как подвижка. Все, я думаю, что все придет нормально, встанет в русло. Главное, не надо торопиться и делать резко рубить, как это были в свои времена. Резкие такие приемы. Может быть, я сейчас так чувствую. Может быть, и правильно, что нас руководитель не делает, так сказать, мечом, не машет вправо, влево. А спокойно, аккуратненько. Все, и весь мир это видит. И они уже, бедные, нас ненавидят за это. И пытаются критиковать. Да вы у себя порядок наведите. Что вы к нам лезете? У нас своя сторона, мы у себя найдем. Мы поднимем сельское хозяйство, как бы его не затаптывали в грязь. Мы поднимем свое машиностроение. Встанет норма страна. Наша Россия настолько богата, что мы можем поставить каменную стену вокруг всего мира. И жить внутри, свободно. У нас есть все. Ничего нам не надо. А вот они должны бежать к нам, сказать, вы нам помогите. И мы своим талантом, своим ископаемым, будем помогать тем, которые к нам дружественно относятся.